Добрый день, дорогие мои друзья! Вы находитесь на канале Галина Коломейко. Кройка и шитье. Итак, сегодня мы продолжаем разбор тех фасонов, которые вы предложили в швейном клубе. В прошлый раз мы остановились на оливковом платье. Вы видите его. Оно сотрезное, отрезное по линии талии. По линии талии расположен горизонтальный яркий акцент в виде вот этого пояса ремешка. Я бы сказала, что этот фасон подойдет далеко не всем. Подойдет только тем, у кого есть эта самая талия, она выражена. И подчеркнуть эту линию талии есть смысл. Во всех остальных случаях лучше эту модель не использовать. Потому что, конечно, этот яркий горизонтальный акцент в вашу без того неутенькую талию сделает еще больше и шире. Ну, а во всем остальном платье самое обычное. Я бы не очень рекомендовала делать вот такие вот фасоны. Следующая модель мне нравится гораздо больше. Это платье-рубашка. Выполнено оно из трикотажного полотна плюс вставки. В данном случае говорится, что вставки хлопковые. Конечно, может такое быть. Давайте сначала поговорим про конструкцию. Что это, какая конструкция лежит в основе. В основе этого платья-рубашки лежит, конечно, наша базовая конструкция прямого силуэта. Нагрудную выточку можно перевести в боковой шов. Рукав вточной, но из той категории, которую мы называем с вами не то, не сё. Потому что посадка по окату рукава есть, но она не большая, она незначительная, не преувеличенная эта посадка. И поэтому, скорее всего, для полных рук вы будете применять тот рукавчик, который мы называем не то, не сё. Это когда он уже не вточной, но и не рубашечный, беспосадочный рукав. Потому что здесь нет явного залома. Вы будете делать высоту оката рукава меньше, чем вертикальный диаметр проймы, примерно на 3-4 сантиметра, для того, чтобы построить этот рукав. Про прибавки. Прибавка по груди здесь будет примерно сантиметров 4-5. Прибавка по бедрам будет 3-4 сантиметра. По талии нет никакой прибавки, потому что силуэт прямой. И прибавка к обхвату плеча 5-6 сантиметров. Вот такими прибавочками я вижу. Кому он подойдет? Да подойдет великолепно буквально всем. Если у вас фигура особенная, она будет просить рельефы. Вы можете, в принципе, сюда эти рельефы сделать, если ткань у вас пестренькая, их будет не видно. Но на самом деле, конечно, больше идеально это подойдет фигурке ровненькой. Когда вы просто полненькие, допустим, да, но никаких выступов в четырех наших точках у вас нет. Поэтому вы сделаете просто, соответственно, вашим размером базовую конструкцию и выполните, так сказать, выкройку. Ну, интересным здесь для нас являются вот эти вот вставки. Посмотрите, как они выражены. Здесь, как бы, получается имитация такой туники, хитона какого-то своего рода. Бачки выполнены из ткани компаньона. А, и кажется, как будто фартуки спереди, спереди и сзади. Это очень интересный прием. Он будет и сужать нас, будет делать любую фигурку немножко поуже. Удобно в этом шве, как бы два там боковых шва, да, разместить вход в карман. Вы видите, что там есть кармашки. Ну, и вырез горловины. По-любому вы можете придумывать какой-то свой самостоятельный. Вот таким интересным мне показалось вот это вот второе платье. До новых встреч. Продолжение следует.